Тысячи дачников, садоводческих кооперативов близ деревни Поддубье в Калининском районе области заявили о своих ущемленных правах. Люди возмущены индивидуальным жилищным строительством у берега реки Волга. 15 июля на место события выехала проверка. Среди участников проверки сотрудники Тверской межрежионной природоохранной прокуратуры, Верхневожского межрегионального управления Росприроднадзора и Московского окского территориального управления Росраболовства. Несмотря на дождливую погоду из ближайших садоводческих кооперативов, подошли люди. Хотели еще раз лично выразить представителям государственной власти свое возмущение строительством на берегу Волги. Можно ли вот рядом с Волгой здесь, в водоохранной зоне, такое строительство организовывать? Эти огороженные участки земли, деревни Поддубье, уже в частной собственности. Вот глухой забор отрезал от общего пользования дорогу вдоль реки. Здесь не просто можно было гулять. Здесь жители заготавливали сено, проезжали на машинах, на другом транспорте. И могли, так сказать, свои нужды решать. А недавно рядом с глухим забором появился временный. Из сетки рабица. Это сооружение полностью блокирует подход к воде. Смотрите, забор, и сразу же идет, пожалуйста, вода. От нас отрезали реку, от нас отрезали пляж. Вот четыре кооператива садоводческих. Мы теперь не имеем возможности ни на воду сходить и скупаться. Речь идет о полутора тысячных дачных участках. И это только в одном СНТ. А таких рядом с Поддубьем четыре. Около десяти тысяч человек в летний сезон. Мы здесь не только выращиваем урожай, хотя это тоже большое поспорье, потому что мы пенсионеры. Но нам тоже хочется отдохнуть, прийти на Волгу, покупаться, сходить в лес за грибами. А нас со всех сторон закрывают. Недавно по телевидению говорили о том, что этот год – год защиты реки, восстановления, очистки, зарыбления. И вдруг у самого берега Волги идет заселение индивидуальным жилым строительством. Принесет ли это вред? Чем это все закончится? Какие будут последствия? Беспокойство людей подогрели разговоры о возможном закрытии водного сообщения. Больше 30 лет в эти места ходит катер. На нем добраться до дачи из дома быстро и относительно недорого. И тут прошел слух, что катер ходит незаконно. Да и подход к причалу, возможно, будет перекрыт таким же забором. Значит, кому-то можно все. А про большинство забыли, возмущаются люди. Мы не упали с неба. Мы по закону здесь находимся. Нам обещали, что все. Вот через Волгу будет переправа. Вот поле. Была тогда картошка, был горох, была рожь. Никаких тут домов не было. И теперь что получается? Нам куда теперь деваться? На часть из вопросов, которые задают люди, ответят участники проверки. В частности, будет установлена законность ограничения свободного доступа к реке Волга и законность строительства в Волжской водоохранной зоне. Прокуратурой будет проводиться проверка по указанным мною фактам. По результатам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования к виновным лицам. Кстати, владелец одного из участков, узнав о требованиях закона, сообщил, что в 20 метрах от воды никаких сооружений не будет. Во всяком случае, на его участке. Нам не нужны какие-то иски, предписания на вынос забора. Нам это не нужно, мы это сделаем. По словам Дмитрия, этот участок его семья приобрела осенью 2019 года. Так что обустраивать землю только начали. А что касается дачников, то к ним у новых хозяев земли свои претензии. Мы мусор только убрали, да, через неделю опять бутылки валяются и горы мусора. Если будет какой-то собственной, кто не будет, конечно, в свалке у реки. Как разрешат компетентные органы этот спор? В одном из выпусков новостей мы сообщим о решении прокуратуры.